всем 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 привет приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня у нас 22 октября 2021 года солнце лето настоящее буквально плюс 27 уже сейчас без кашкета и в штанах очень жарко понимаете сейчас просто летняя одежка но совсем скоро это может очень резко поменяться поэтому мы решили высаживаем чеснок и лук а зимы все зима и сегодня высаживаем и высеваем семена подготовлены семена здесь у нас семена уже однолетка новый сорт есть с этого года семена уже на следующий это из стрелок вот у нас тоже еще здесь семена и любаша вот это первый год когда мы любашу уже высаживаем вот смотрите я все время мешаю по килограмм уже высыпала по килограмму мука рыбная только посмотрите какой состав удивительный здесь кальций которую нам постоянно не хватает особенно в последние годы для растений здесь фосфор очень важный молибден полный вот состав и аминокислоты это удобрение естественно мы превратили удобрение это кормовая добавка написано белково-минеральная кормовая добавка для птиц для всех видов животных и птицы вот если это есть в этой аптеке для животных магазинах почему бы нам не использовали для наших растений нашим растениям уже три года мы используем очень нравится это поэтому беру по килограмму вот килограмм рыбной муки вот так вот засыпаю я получается здесь будет по два килограмма всего потому что много нужно высаживать и чеснок и лук то же самое мясо костная мука здесь масса фосфора кальций калий все необходимые микро макроэлементы здесь находятся тоже все это для животных потому что иногда спрашивают меня где это искать но если есть вет аптека то естественно и есть источник информации куда где можно купить и куда обратиться вот видите какой темная у нас это мука мясо костная и обязательно очень хорошо отзываются все растения кормовые дрожжи здесь тоже такой прекрасный состав очень хороший состав и что самое главное что вот эти все удобрения их растение берет ровно столько сколько им надо и они находятся в земле постоянно то есть не вымываются как вымываются минеральные удобрения они вот мы внесли пока растение другие если эти не будут использовать полностью то использую другие после этого что мы будем высаживать вот в чем прелесть этого удобрения удобрения кормовые добавки это так сейчас я сразу же видите она какая красивая кормовая добавка и она прекрасно работает растение постепенно будут получать все что им нужно брать столько сколько им надо никакого переизбытка никакого переедания растениями не будет вот и теперь самое главное очень хорошо это все перемешать есть разные производители вот этих удобрений практически состав одинаковый потому что они рассчитаны для того чтобы кормить птицу и животных кстати наши кошки тоже очень любят у меня такое ощущение что кошки словно бы зная что вот это будет набор такой они прямо уже заранее охраняете что они делают у нас и кот и кошка постоянно возле чеснока пока мы его сушим готовим они здесь постоянно находятся и не выпускают из виду вот так вот хорошенько перемешали ну а теперь надо готовить уже грядки и сейчас мы этим займемся так удобрения есть семена у нас есть что садить сеть теперь нужно определиться где будет это какие будут рядки и глубина и все остальное посмотрите почему мы пришли к такому способу у нас хорошо все получается вот мы спланировали вот такие гряды подняли потому что снова же май и июнь будут дождливые ливни и если оно будет внизу вот это все растение наше и корни то естественно корневые гнили будут поэтому мы поднимаем земля уплотнилась за три недели сейчас я вам и вам покажем как это было буквально пару мгновений у нас получается что вот вот этот подъем вот эта грядка 60 сантиметров и вот надо разместить в этих 60 сантиметров два рядочка будет чеснока вот сейчас или лук или чеснок и получается что 20 сантиметров от края затем еще 20 сантиметров вот у нас получается два ряда значит мы посередине выставляем вот эту меточку которая у нас вот веревочка натянута и сейчас вот это вот здесь делаем два рядочка сапкой делаем готовим рядочки куда будем высаживать чеснок и лук вот мы даже сделали еще рассмерили и выставили вот эти у нас шпагатные вот линеечки своеобразные ну а теперь делаю луночки глубиной 5 сантиметров вот эти два рядка глубиной 5 сантиметров и расстояние между ними 20 сантиметров получается что будут поступать ветер воздух к растениям с одной стороны с другой потому что здесь будут дорожки и растение сможет ряд друг другу не будут мешать сейчас мы будем высаживать увидите еще на каком расстоянии мы будем друг от дружки высаживать сразу делаем еще один ряд так будет удобнее здорово вот это по веревочке красиво так ровненько получается потом работать удобно обрабатывать просадка все это очень удобно когда так идет чеснок любаша смотрите какой красавица это я так много лет много лет несколько лет назад 200 грамм купила и смотрите сколько сегодня уже посадочного классного чеснока итак беру чесночины чесночины вот эти и высаживаю между рядами у нас получается 20 сантиметров вот такая грядка получилась а между растениями 15 вот получается 15 16 сантиметров между самими зубками и пока высаживаю вот эти зубочки для начала и сразу же второй рядочек глубина у нас еще раз смотрим глубина идет стоп-стоп-стоп-стоп она будет 5 сантиметров даже 6 вот 5-6 сантиметров но не больше когда мы закроем ямку получится 5 сантиметров обработан высушен просто супер погода сейчас для посадки озимого чеснока кажется что жара и что лето только начинается а ведь это очень резко будет изменение температуры и погоды чеснок в земле ну а теперь пришло время удобрений сколько сыпать сколько сыпать а вот я не жалею потому что это удобрения долгоиграющие и если не в этом году будет использована то и дальше в следующем году зато чеснок получается изумительно вкусным и растет он здоровым красивым потому что здесь все нужные микроэлементы никакой отравы это не минеральное удобрение ничего не уйдет воды нижние все здесь остается в этой земельке где у нас посажен чеснок или что-то другое потом будет кстати здесь у нас уже вот где у нас хоризонтены вот эти смотрите какая красота здесь у нас рос лука в этом году и смотрите я высадила потом уже в июле месяце показывала череночки просто для того чтобы посмотреть как хоризонтема будет как сидерат то есть сидерат в плане того что она одна будет землю от усталости убирать от одного одной монокультуры вот и смотрите здесь вот тоже были использованы эти удобрения и какие красивые в июле просто череночки были высажены между рядами лука и вот такая красота получилась поэтому я не жалею и просыпаю хорошо все ряды вот эти удобрения кстати можно сразу и получается смотрите пять сантиметров спокойно наш чеснок укрыт вот стараюсь чтобы отсюда земелька шла и туда чтобы если сильные у нас могут быть сильные ливни чтобы вода не стекала вот смотрите как чтобы вода здесь оставалась посередине вот уже и сорняки идут уже отдохнула земелька вот так вот видите вот так вот таким образом я делаю это вручную растения ощущают это не так мы много это делаем не гектары и не пол гектара мы с любовью относимся к семенам к самим растениям и естественно к земле которые тоже нравится когда мы ее вот так вот потихонечку расчесываем и так далее весь чеснок мы подобряем вот так сегодня 22 октября 2021 года когда убывающая луна уже в знаке тельца находилась причем хороший период продуктивный период с 15 часов и вот мы с александром высадили озимые чеснок и лук а также 1 зубки чеснока и семена чеснока с 15 часов мы начали посадку и до темна завершили ее времени было мало но мы успели все посадить и все потому что заранее подготовили все семена замачивали их в растворе марганцовки на 15 минут сушили на солнышке после этого заранее были подготовлены удобрения мясо рыбная мука и кормовые дрожжи кстати эти удобрения не вредны для почвы и для растений они остаются в пахотном слое почвы до тех пор пока растения полностью не используют все питательные вещества этих удобрений если чеснок не используют то последующие обязательно растения используют по технологии посадку озимых лука и чеснока нужно провести в такое время чтобы семена успели нарастить корневую систему и в благоприятный день все условия мы выдержали и хотя два последних дня дневная температура у нас на юге украины юге одесской области в городе измаил составляла плюс 24 плюс 27 почва после предыдущих похолоданий охладилась до плюс 7 градусов а через несколько дней ожидается очередное похолодание с ночными уже минусами так что мы успели и в продуктивный период плодородного тельца после сожженного пути полнолуния полнолуния посадить озимый чеснок и лук и погода нам еще ко всему благоприятствовала сделала нам такой подарок если кто-то из-за погодных условий не успел посадить чеснок и лук то можно использовать это уже вот крайнем случае 29 октября убывающая луна будет во льве но урожай будет чуть чуть меньше а потом только 8 9 ноября будут снова плодотворные дни для посадки озимых лука и чеснока если хорошая погода будет повезет высаживайте и если вы еще не посадили их у нас осталось немного семян я специально их оставила для экспериментальных посадок именно чеснока время нынче интересное много энергетических изменений происходит нам нужно знать что будет происходить с растениями в разные периоды затем чтобы выбрать лучшие а на этом мы прощаемся с вами подписывайтесь на наш канал комментируйте делитесь видео чтобы как можно больше огородников дачников садоводов начинающих огородников начинали свои труды на земле с успешными результатами всех благ вам благодатной погоды но и до встреч до новых встреч на нашем канале